И в продолжении темы. Более 70 мероприятий провели в Ненецком округе в рамках Года памяти и славы. Из них 40 федеральных проектов и 30 региональных. Их участниками стали порядка 15 тысяч человек. О том, какие культурные акции прошли по итогам 75-летнего юбилея со дня победы Великой Отечественной войны, смотрите в нашем следующем сюжете. Открытие на Синявинских высотах стелы в память о воинах из Ненецкого округа, погибших в годы Великой Отечественной войны, и издание книги памяти Ненецкого округа стали одними из самых значимых и масштабных событий в уходящем году. Проект стал продолжением многолетней работы по сохранению памяти об ушедших на фронт, а также восстановлению имен погибших и пропавших без вести. Издание книги памяти, ее можно поставить, конечно же, в один ряд с установкой воинского мемориала на Синявинских высотах. Вообще, работа над книгой памяти идет очень давно. И не мы ее начинали. Это такой проект, у которого мы сейчас только-только увидели свет в конце пенали, что его, в принципе, можно закончить к следующему юбилею. Авторы книги планируют в будущем внести в региональную книгу памяти информацию о ветеранах войны, умерших уже после демобилизации. А пока третье издание стало самым полным источником сведений о земляках, защищавших родину. В нашей книге памяти собрана очень полная информация. Там можно узнать не только фамилии именно человека и звание, в котором он был. Например, там пришел, если пришел, если нет, то где его похоронили. У нас полная собрана информация даже о, наверное, где его призывали, про детей, про семью. Про детей, про семью, родителей. Очень важно, что многие жители нашего округа, может быть, не знали, даже не имели информации о своих родственниках, которые нам получилось собрать и создать писательную часть этого всего в этой книге памяти. В этом году, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, профильному департаменту удалось провести почти все запланированные мероприятия, посвященные году памяти и славы. Часть из них прошла в онлайн-формате. Например, проект «Упряжка победы», который в этом году стал победителем конкурса грантов «Народное творчество». Данный проект реализовывался семейной родовой общины коренных малочисленных народов Севера Медикотя «Маленький Чум», руководитель Вероника Ивановна Толеева, при поддержке вокальной группы народного ансамбля «Хаяр», при поддержке детской группы «Ханика», которой они занимаются у нас в преднокультурном центре. Они объехали своим проектом многие населенные пункты. В рамках проекта была предусмотрена и культурно-просветительская программа. Межрегиональный проект «Аргиш Победы», организованный этнокультурным центром, также прошел в онлайн-формате. Мероприятие было посвящено Дню памяти участников олено-транспортных батальонов в годы Великой Отечественной войны. Вроде бы это такая наша памятная локальная дата, закрепленная законом Ниндзького автономного округа. Но когда мы вышли в онлайн, данный проект получил межрегиональный охват. И в этом проекте очень многие подключились регионы, для которых эта тема также, наверное, актуальна. Это Ямал-Нинский автономный округ, Коми-Республика, Чукотский край, Мурманская область, Ленинградская область. Очень много участников откликнулись со своими историями, со историями своих прадедов, со историями своих родственников. Работа по сохранению и увековечиванию памяти воинов, которые отправились на фронт из Ниндзького округа, будет продолжена и в следующем году. Александра Литкова, Екатерина Дементьева, Вадим Стасюк, Телеканал Север.